Водянамская площадка 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 Введем временные моратории На начисление штрафных санкций За неоплаченные коммунальные услуги Газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию Вывоз бытовых отходов Коммунальные услуги за долги отключать не будут При этом не будут начисляться пения И за просрочку взносов, за капремонт Такой льготный период продлится С момента опубликования постановлений До 1 января 2021 года 6 апреля соответствующее постановление Официально вступило в силу И убийских управляющих организаций Сразу появилось множество вопросов В части его исполнения Именно разночтение документа Пока останавливает управляющая организация От заявлений в ИРКЦ О прекращении начисления пений Уведомить ИРКЦ персонально Должна будет каждая управляющая организация В противном случае начисления штрафов Будут продолжаться автоматически И на данный момент с таким уведомлением В Бийский единый расчетно-кассовый центр Обратилась только одна компания Сразу управляющая компания И ТСЖ И ресурсно-набжающие организации Которые у нас начисляются Должны будут нам нарисовать письмо И приостановить до 1 января 19-го и 21-го года Начисление пений Короче и прочее Приостановление применения штрафов К неплательщикам касается И ресурсоснабжающих предприятий При этом необходимо четко понимать Что постановление правительства Говорит о временной отмене Начисления пени О неплатежей ЖКХ в целом Оплата оказанных коммунальных и жилищных услуг Остается обязательной Сегодня в Бийске прошла пресс-конференция С главой города на вопросы журналистов Александр Столеникин отвечал в режиме онлайн Около часа глава города Общался с журналистами местных СМИ Всего было задано порядка 20 вопросов Шла речь в том числе и о борьбе С коронавирусной инфекцией Также говорили о ремонте дорог Эта тема сейчас наиболее актуальна Потому как в городе с приходом весны Асфальт на некоторых дорогах Испарился и образовались огромные ямы Итак, к локальному ремонту дорог Как пояснил Александр Столеникин Подрядная организация приступит В лучшем случае в конце апреля 20 миллионов рублей было выделено Управлению жилищно-коммунального хозяйства На первый этап этих работ Документация на сегодня о закупках размещена Планируем, что в третьей декаде апреля Приступим к проведению локальных ремонтов Ну и конечно у нас в основном контракте На содержание обслуживания дорог Ямочный ремонт Это горячим асфальтобетоном И соответственно Струйно-инъекционным способом Там все тоже Сегодня упирается в погодные условия Кроме того Глава Бейска сообщил, что жители Барнаула Ведут себя гораздо дисциплинированнее Улицы Краевой столицы заметно опустили Барнаульцы ответственно Отнеслись к самоизоляции Что касается нашего города То обеечане продолжают гулять в парках И скверах На детских площадках тоже многолюдно Сегодня наша съемочная группа Узнала у горожан Как изменилась их жизнь В период пандемии Да никак Нормально все Так же продолжаете И вообще ничего не изменилось в вашей жизни? Так же работаем, спасаем мир Никак не изменилось Как работали, так помаленьку и работаем У нас охранное предприятие Без нас никуда Плохо Выйти из дома не могу никуда Только в магазин И вот И все Неудобно Все же в таких условиях Ну а зачем такие условия делать? Вот скажите мне Все равно все ходят На работу люди ходят А почему нам выйти никуда нельзя? Если человек пошел на работу И он что, застрахован от того, что он не может получить эту инфекцию? Все, у кого низкий иммунитет Надо, наверное, как-то вот по-другому это все решить, правильно? Но не таким запретом И не штрафами Так же работаем в том же режиме пока Который есть Как будет, только Как правительство скажет Так и будем дальше работать Ну, не сильно ничего Изменений никаких нету Просто, как бы, непонятно Он должен уезжать в командировку Сейчас все закрылось Билеты у меня были на конец апреля Я пролететь не смог И теперь я не вне известности Короче, нынче я туда не попадаю на работу Потому что у меня командировка вахта идет И в этот момент я туда не попал Как-то вот так теперь у меня Все пролетело Я вообще из дома Я сегодня первый раз из дома вышла Ну, а так, не знаю Сильно-то не изменилось Я и так дома люблю посидеть Не люблю куда-то особо ходить Поэтому особо как-то на меня не повлияло это Дома сидим В садик не ходим Все соблюдаем Ой, даже не могу сказать Это вообще кошмар какой-то Если честно сказать Даже никогда это конец будет Все будет Когда конец, никто не знает, да? Ну, как? Сидим дома Самоизолируемся Все На работу не ходим Хреново изменилось Вот только выбегаем Быстрее, где народ Где народа, мы уже не идем туда Потому что всяко бывает Вот, где народ, там мы выходим И видите, масок нет Мы не боимся У нас пока еще в Бийске тихо, спокойно Мы не боимся Пока, слава Богу Продукты ходим, покупаем Все необходимое покупаем Все спокойно У нас в доме Все спокойно Никто не волнуется Ничего Все спокойно Будем соблюдать Видите, вот мне даже В дорогу кто-то дал Перчатку Где она? Вот она Я ее даже не одеваю Надеюсь на лучшее Работаю дистанционно На удаленке Вот Так изменилось Ну, а так Конечно, лучше ходить на работу Пусть лучше все будут здоровы Не будет никакой пандемии Ну, а теперь новости Не связанные с коронавирусом Полицейские Бийска задержали Распространителя синтетики Преступником оказался Житель другой страны Который приезжал в Россию Всего несколько раз в месяц И для того, чтобы просто Привезти наркотические вещества Человека с товаром Взяли оперативные сотрудники Отдела по борьбе с незаконным Оборотом наркотиков По предварительным данным 33-летний мужчина На территории Бийска И других городов Распространял Синтетические наркотики Когда приезжего гостя Задержали полицейские То в сумке было найдено 240 граммов наркотика Есть подозрение, что Работал подозреваемый Не один Правоохранители По данному факту Уже возбудили уголовное дело Сейчас ведется расследование Самого мужчину отправили В следственный изолятор Закрыли на неопределенный срок Площадку Водяновой на Тресте Не откроют даже после окончания Режима самоизоляции А все дело в том Что некоторые конструкции Пришли в негодность Здравствуйте, есть кто-нибудь? На вопрос нашего корреспондента Ответ так и не последовал Площадка сейчас пустует И даже не охраняется Напомним, что парк В нашем городе Открыли больше 10 лет назад Благодаря фонду Натальи Водяновой Обнаженные сердца В октябре 2019 года Игровую площадку Муниципалитет принял на баланс А до этого она отчислилась За домом детского творчества Сейчас чиновники Рассматривают вариант А передача объекта В муниципальное частное партнерство Идет подготовка документации После чего Восстановление детских игровых форм Будет возложено на организацию Которая возьмет под свое крыло Водяновский парк Добавим, что по подсчетам города Для того, чтобы восстановить Функциональность игровой площадки Необходимо порядка 7 миллионов рублей И до тех пор Пока комплекс не приведут в порядок Он будет закрыт для посещения Ну и пришло время рассказать о погоде Итак, завтра 9 апреля В Бийске будет пасмурно Возможен мокрый снег с дождем Ветер переменных направлений слабый Атмосферное давление И влажность воздуха будут высокими Магнитное поле Земли спокойное И о температуре ночью 0, плюс 2 Днем плюс 3, плюс 5 Что ж, это все новости на сегодня На этом я с вами прощаюсь И желаю вам приятного завершения Этого вечера Будьте здоровы Ну и конечно же, друзья Несмотря ни на что Улыбайтесь чаще И мы напоминаем, что выпуски Информационной программы «Будни» Доступны в социальных сетях В группах «Бийск мой город» На канале YouTube А также на сайте газеты «Бийский рабочий» Биворд.ру Всего доброго, счастливо Пока, еще увидимся Субтитры подогнал «Симон»